Здравствуйте, уважаемые профессионалы шашечной игры. Это видео предназначается именно для вас. Сегодня мы с вами рассмотрим позицию, которая иногда встречается в игре и ее полезно знать. Тут есть очень красивые этюдные приемы, способы выигрыша, которые мне удалось найти с помощью компьютерной программы Тоша. Многие считают эту позицию ничейной, но на самом деле это не так. Белые побеждают во всех вариантах, несмотря на то, что у белых лишь 4 единицы, а у черных 5. Первый ход Fe3. То есть белые не дают сыграть черным GF4. Ну и в этой позиции есть три варианта. HG7, Fe5 и HG3. Давайте рассмотрим ход HG7. Черные пытаются перевести свою дамку на поле F8 и как-то дать ей свободу. В этой позиции белые играют AB6. Ну и на ход GF8 уже играют BA5. То есть видите, друзья, белые не дают черным пошевелиться. Черной дамке приходится возвращаться, что называется, назад несолонно хлебавшей. То есть видите, на поле А3 уже нельзя пойти, потому что дамка черных будет тут же поймана. Эта позиция безнадежна за черных. Fe7 нельзя играть из-за того, что белые нападут на шашку F6, выиграют ее. И затем мы рассмотрим это окончание. Там у белых довольно-таки простой выигрыш. Поэтому в этой позиции черным остается только возвращаться назад. Теперь белые играют дамкой на поле D6. Снова видите, нет нападения GF8 из-за того, что белые ловят тут же дамку черных и празднуют победу. Поэтому черным приходится играть на поле H8. Ну и здесь белые уже полностью контролируют ситуацию. Играем на поле A1. Черные играют HG7. И теперь белые могут сдвинуть шашку E3. Но здесь, друзья, даже не надо проводить эту шашку в дамке. Тут все заканчивается довольно-таки быстро. И красиво. Ну, снова видите, нет нападения такого. Потому что белые сыграют EF2. Ну и легко побеждают. Как бы черные не играли, допустим, GF4. Контролируем нижний двойник. Ну и на любой ход. Затем играем GH2 и легко выигрываем. Поэтому нападения нет. Черным снова приходится уходить на поле H8. А здесь очень красивая и тюдная идея, которую будет полезно запомнить. Можете поставить видео на паузу. Только не подглядывайте за нотацией. Попробуйте найти выигрыш сами. Он здесь довольно-таки красивый. Жертвуем дамку неожиданно. И делаем тихий ход. Ну и как бы черные не играли, здесь поражение неминуемо. То есть шашками ходить бесполезно. Будет тут же проигрыш. Единственный вариант посопротивляться, пожертвовать дамку таким образом. Тогда белые занимают верхний двойник. Надо жертвовать шашку, другого нет. Ну и здесь все быстро заканчивается. Если черная игра от ДЦ7, тогда занимаем нижний двойник. Ну и на любой ход играем в Ж2. Ну и здесь все быстро заканчивается. Например, так, 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 так. Просто ждем. Ну все. Тут черным остается только сдаться. Если в этой позиции черная игра от Ж3, конечно, есть выигрыш и после хода дамкой Аш на Ф6. Но здесь наиболее простой и симпатичный выигрыш такой. Нападаем. Надо отходить. Жертвуем шашку щедро. И занимаем верхний двойник с легким выигрышем. Рассмотрели основной вариант. Какие еще варианты возможны в этой позиции? Если черные сыграют ФЕ5, то есть в одном из вариантов могло быть такое продолжение. Здесь надо бить именно на поле Аш2. Обратите внимание, что на поле Ф4 бить нельзя. Кажется, что можно побить и так, но на самом деле тут только ничья. Ожидает белый. Черные щедро жертвуют дамку. Видите, возникает так называемое перекрытие. Ну и здесь даже шашку Ж1 не пожертвовать. У белых просто нет темпа для поимки дамки черных. Поэтому партия заканчивается ничьей. Поэтому, друзья, после такой жертвы будьте аккуратны. Бьем именно на Аш2. Ну и здесь все тоже заканчивается довольно-таки симпатично. Черные, допустим, защищаются по большой дороге. Белые переводят свою дамку на поле Д2. Обратите внимание, что стоит угроза. ЕД4 и ЖФ2. Ну и потом белые отсекут черных по двойнику верхнему. Сюда ходить тоже нельзя, потому что будет ДЦ3. Тоже, то есть, нельзя ходить. Остается играть только ЖФ8. Тогда белые играют ДЦ3. И видите, друзья, у черной дамки единственное поле Е7. То есть, сюда уже не пойдешь из-за такого выигрыша. Поэтому остается играть только ФЕ7. Тогда белые играют дамкой на поле А1. Ну и здесь у черных два хода. Если они играют на поле Ф8, тогда белые играют АБ2. Ну и черной дамки не остается полей. Для сопротивления приходится жертвовать еще одну шашку. Ну и там белые легко побеждают. Они построятся. Они проведут шашку Е3. То есть, если черные пожертвуют шашку таким образом, мы бьем дамкой. Затем проводим шашку в дамке. Ну и построимся вот таким образом. И дамка черных будет поймана в любой точке доски. Поэтому сюда нельзя. Снова, то есть, подождали. Просто поймали дамку черных. А на поле Е7 играть нельзя. Потому что это такой ударчик симпатичный стоит. И белые легко побеждают. Соответственно, если бы в этой позиции черные сыграли на поле Д8. Снова играем АБ2. ФЕ7 нельзя играть. Снова из-за этого ударчика. С выигрышем. А если играть, допустим, сюда, то тогда дамка черных ловится. Понятно. Вот такой простой выигрыш. Если черные в этой позиции пожертвуют шашку ходом ФЕ5. Если черные жертвуют шашку ходом ХЖ3, здесь выигрыш посложнее. Но он довольно-таки симпатичный тоже. Черные играют АЖ7. Белые сразу же переводят дамку АЖ2 на поле Д6. Ну и снова не дают, видите, нападения. Не дают активизироваться черной дамке из-за простой ловли. Поэтому черным приходится снова уходить назад. Тогда переводим дамку А7 на поле Б8. Черные играют АЖ7. И белые здесь полностью уже запирают черную дамку в таком домике. Кажется, ничейное окончание. Но на самом деле это не так. Черные сопротивляются сильнейшим образом. То есть не надо сдвигать шашки. Это сильнейшее сопротивление. Играем на Ж3. Ну и вот тут уже надо играть Ж4. Другого нет. А если черные играют АЖ7, тогда играем на поле АЖ4. Видите, полностью связали черных. У черных остается единственный ход. Ну и здесь выигрывает тоже единственный ход. Красивый. Можете остановить видео и попытаться найти выигрыш за белых. Единственный ход. Играем дамкой на поле Д6. Другого нет. Ну и видите, АЖ7 уже нет из-за простого. Из-за простой отдачи дамки и белые побеждают. Поэтому остается только играть Ж4. Ну тогда бьем на поле Ж3 или на поле АЖ2. Ну и грозим побить шашку АЖ6 еще до кучи. А если черные закрываются таким образом, тогда нападаем. Ну и черным остается только сдаться. Поэтому в этой позиции не надо черным играть АЖ7. Надо сыграть Ж4. Здесь выигрыш довольно-таки непростой, но симпатичный. Тоже советую запомнить. Играем дамкой на поле Ф4. И видите, хода АЖ7 уже нет из-за вот такого ударчика. И белые легко побеждают. Соответственно, если черный сыграет ФЖ5, эту позицию мы уже видели. Мы переводим дамку Ф4 на поле АЖ2. А дамку Ф8 переводим на поле Д2. Ну и все сводится уже к рассмотренным выше позициям. Поэтому в этой позиции у черных остается единственный ход. Это пожертвовать шашку вот таким образом. Наиболее сильнейшее сопротивление. Ну АЖ7 бесполезно играть, потому что просто отдадим дамку и выиграем. Поэтому приходится играть ФЕ5. Здесь выигрыш есть и после хода ЖФ2. Но мне понравился выигрыш после хода ЖХ2. Он очень симпатичный. Ну, бесполезно тут размениваться таким образом. Белые сыграют просто АЖ7. Ну и легко выигрывают. Можете убедиться сами. Поэтому остается играть дамкой только на поле Ф6. Теперь играем на поле Б4. Ну и если черные уходят на поле Х8, белые здесь легко побеждают. Играем дамкой на поле Е1. Соответственно, видите, дамкой на Ф6 уже нельзя играть. Из-за такой комбинации. Простенько, но симпатично. Ну и черные не успевают. Один ход дойти до дамок. Белые праздную победу. Соответственно, если размениваться таким образом черным, тогда нападаем. Надо отходить. Ну и возникает так называемый столбняк. Следующим ходом играем дамкой Е на С3. И легко побеждаем. Ну последний нерассмотренный ход в этой позиции остался с дамкой сыграть на поле Д8. Наиболее логичный ход. Тогда красиво играем на поле Е1. Ну и здесь, друзья, у черных вообще нет ходов. Можно сдаться. То есть, если играют на поле А5, мы отдаем таким образом. Побеждаем. Легкий выигрыш. Если, допустим, играют на поле Е7 или Ф6, без разницы, проводим снова вот этот ударчик. С легким выигрышем. А если черные размениваются вот таким образом, тогда нападаем дамкой с поля Е1 на поле С3. Идем. И легко выигрываем. То есть, снимаем шашку Ф6. И затем проводим шашку H2. Строим треугольник Петрова. И последнее, самое вкусное в этой позиции. Наиболее логичный вариант. Если черные нападают дамкой с поля Б6. А как же тут выиграть, спросите вы. Кажется, что ничья неизбежна. Но на самом деле, здесь очень красивый этюдный выигрыш. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти его. Белая неожиданная игра HG3. Выигрыш в стиле гроссмейстера Евгения Кондраченко. Знаменитая присоска. То есть, шашкой бить бесполезно. Потому что белые проведут вот такую комбинацию. Вы ее уже знаете. Соответственно, если черные бьют дамкой на поле F2, тогда проводим вот такую комбинацию небольшую. Отдаем одну шашку, затем вторую. И забираем шашку и дамку. Ну и последний вариант, нерассмотренный. Если черные бьют на поле G1. Здесь тоже очень симпатичный выигрыш. Играем дамкой H6 на F4. Черным надо бить. И белые бьют именно на поле B8. У черных единственный ход. Белые бьют на поле G3. Ну и дамка черных погибает. Вот такой поучительный выигрыш. Если вам понравилось данное видео. А я думаю, что оно не может не понравиться. Все очень красиво. Ставьте лайк. Поддержите канал. Подпиской. Пишите ваши комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. До свидания, друзья. Увидимся на шашечных баталиях. И давайте воевать только на шахматной доске.